Бесы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине, в конец месяца? И, конечно, в конце месяца я возьму карта совета и посмотрим, что вам высшие силы советуют. И первая карта для вас, мои дорогие, это карта шестерка жезлов. Победа. Победа вот в начале месяца уважаю в ваших руках. Победа на каких-то ситуациях, на каких-то людей, на каких-то рабочих моментах. Но, смотрите, эта победа в вас в руках в начале месяца, но все дальше зависит от ваших действий. Все зависит только от вас, как долго вы будете держать эту победу в руках. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это четверка кубка. А четверка кубка показывает, может быть, победа над какой-то ситуацией, когда очень долго вы находились в депрессивном состоянии, в нежелание что-то менять в жизни, нежелание что-то сделать, поменять или решить какую-то ситуацию. Здесь больше как показывает, как эгоизм, который вы очень долго в себя держали. Но у вас победа, решение на этой ситуации есть. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Туз, Мичи, а почему у вас есть? Потому что вы сами решили, что хватит мне страдать, хватит мне быть, дать человеку любовь, а он взамен ничего. Вы знаете, как брали какое-то ответственное. Здесь как будто у вас желание будет в начале августа что-то убрать из вашей жизни. Для некоторых хочу сказать, что это может касаться чистка и защита, обрубка чего-то, негативных каких-то ситуаций. И у вас эта победа есть в ваших руках. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине месяца для вас. Это карта силы. Высшие силы вас будут поддерживать на протяжении всего месяца. Они будут на вашей стороне. Но хочу сказать, что здесь еще победа идет, да, люди, которые, мужчины и женщины, да, вот эта победа ваша, что вы как будто нашли какой-то вот, знаете, как успокоить того зверя, который внутри вас, да, вот эмоции, страхи, переживания. Вы как будто это все, да, работали. И у вас идет, да, здесь эта победа, это стремление, да, это какое-то желание, чтобы все-таки лучше сделать, да, в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это король кубка. Мужчины. Это показывает ваше состояние, да. Я хочу сказать, обращать внимание на ваше здоровье. Здесь мужчины, как я сказала, может быть, вот это касается карта чистки, да, вот очищаться, обрубить родовые, кармические, сексуальные, усиливать и ставить себе защиту, да, потому что высшие силы вас направляет к этому, да, и показывает. Женщины. Это может быть тоже, да, касается ваших мужчин, которые рядом, да, вот те, которые находите все отношения. Мужчины и женщины одиноки, да, я хочу, да, совет, все-таки постараться посмотреть, что происходит вокруг вас, потому что для вас есть какие-то предупреждения и какие-то, да, значки, да, для того, чтобы вы обращали внимание. Давайте посмотрим следующая карта. Девятка кубка. Девятка кубка показывает изобилие, стабильность, да, благо ваше. Но здесь постарайтесь не быть высоко, да, не постарайтесь, если у вас все хорошо, это, ну, в середине получается, не может даже не доказывать, не показывать никому то, что у вас происходит. Потому что здесь могут быть то, что вы из-за этого потом будете страдать где-то в сентябре месяце. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это туз-кубка. Туз-кубка – это наполнение вашей чаши, вашей энергии, да, я здесь в две ситуации скажу. Это требуется то, чтобы вы восстанавливали и усиливали свои силы, свою энергию. Для некоторых это как человек, да, обретает новые какие-то возможности, да, какой-то новый шанс. Может, это какой-то шанс, да, победа над собой, да, над своими отношениями, с людьми, да. Женщина – это может быть какая-то победа с любимым человеком. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта. Туз-пентакли. Туз-пентакли – это ваше здоровье, это ваше, знаете, это ваши финансы. Это какие-то, знаете, высшие силы, да, дают какую-то награду, да, у вас она дает и наполняться энергией, и наполняться, да, и финансы, да, дать себе возможности. Но, мужчины и женщины, хочу как предупреждение для вас, да, посмотрите, да, что происходит с вашей здоровьей. Это может быть не предупреждение, то, что вам нужно обращаться к врачу, а вот именно какие-то магические, какие-то ситуации, которые те люди, это не для всех, это те люди, которые знают, что у них было в жизни. Давайте посмотрим следующая карта, да, следующая карта, да, карта совета, что вам высшие силы советуют для вас. Это пятерка мечей. Пятерка мечей – не переживать, не быть на страже в порядке, потому что здесь показывает, да, что ситуация у вас, те, которые, ну, проводили какие-то чистки, какие-то защиты ставили себе, какие-то вот это исцеления, то у вас все под контролем, да, под контролем высших сил, но почему-то у вас есть это страхи. Эти страхи – только ваше переживание, это не то, что вот именно август месяца вы должны быть, да, на страже в порядке. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по ноже телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Субтитры сделал DimaTorzok